Добрый вечер! В эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азад Жумаханов и сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обладательница специальной награды Халах Алгаса оказалась в трудной жизненной ситуации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный санитарный врач области Кайрат Баймухамбетов сегодня провел повторную пресс-конференцию с журналистами и блогерами. Санитарные посты между населенными пунктами и районами устанавливаться не будут. Однако карантинные меры в регионе все же усилят, заявил он. В летний период под особым вниманием будут находиться туристические зоны ЖТСУ. Но на некоторых пляжах запрет для посетителей все же будет. Что, где и когда узнал Анвара Магельдинов. В послаблении карантинных мер талдыкурганцы восприняли, как все разрешено. Дети на творовых площадках бегают без взрослых и без масок. Пренебрегают ими и сами взрослые. Забывая, что статистика коронавируса коснулась и областного центра, и уже практически всех регионов области. По официальным данным, на сегодня зарегистрировано более 440 заболевших в области и 165 в областном центре. Чтобы не допустить лавинного распространения болезни, санитарные посты ставить не будем, говорит главный государственный санитарный врач области. Но совместно с властями некоторые ограничения принять все же вынуждены, считает он. Будет изменен режим работы ряда объектов. Ограничение идет в режиме работы. То есть, с чем это связано? Это связано с тем, чтобы не было большого скопления людей в течение целого дня. То есть, продовольствия и непродовольственные рынки мы ограничили до 15.00. Объекты непродовольственной торговли, то есть торговые дома, различные объекты по реализации бытовой техники, домашних товаров ограничили с 10.00 до 17.00. Ограничение произошло в центрах обслуживания населения, то есть с 10.00 до 17.00. Каз-почта, которая оказывает очень много услуг, с 10.00 до 17.00. Работа кафе и ресторанов у нас тоже ограничена до 23.00. Не будет в ближайшее время ни туров выходного дня, ни многодневного пребывания на песчаных пляжах Капшигая. В городе также внедряют ряд ограничений. Посещение Капшигайского водохранилища под запретом. Следить за тем, чтобы граждане воздержались от соблазна нарушить запрет, по всему периметру будут дежурить мобильные посты. А вот речи о запрещении посещения озер Алаколь и Балхаш пока не идет. Однако в тех местах тоже ужесточат нормы санитарного контроля. Сегодня формируется в области бригада мобильных групп, состоящая из специалистов санописслужбы и управления туризмом. Выезжает туда, в течение недели будет работать там, то есть обучить субъекта бизнеса, базу отдыха, новому формату работы. Справки на COVID-19 требовать не будем. Долго обсуждали этот вопрос на межведомственной комиссии. Это на большие расходы на отдыхающих. В связи с этим мы будем требовать правила, где будут встречать на ресепшенах, пунктах досмотра, тепловизоры, дистанционный режим, анкетирование. Размещение отдыхающих, допустим, отдыхающих с разных регионов не должны в одной комнате располагаться. Да, члены семьи могут. Значит, не больше двух-трех человек должны размещаться. На сегодняшний день в Алматинской области на разрешение работы подали заявки более 200 баз отдыха. Их готовность к предстоящему сезону рассмотрит специальная комиссия. Ануар Амангельдинов, Бигзат Хажимуканов, телеканал ЖИТСУ. Более 53 проектов реализуют в текущем году в Волокольском районе в рамках дорожной карты занятости. Будет осуществлен капитальный ремонт сельских школ, домов культуры и внутренних дорог. На осуществление этих целей выделено более 4,5 миллиардов тенге. Ужбулагский дом культуры в скором времени обретёт новый облик. Впервые за 36 лет здесь будет проведён капитальный ремонт. На его реставрацию выделено более 330 миллионов тенге. К строительным работам через дорожную карту занятости привлечены 85 безработных сельчан. В ходе реконструкции планируется полное обновление фасада и внутренних помещений здания. Новшеством для сельчан станет открытие зоны «Оупенспейс». Срок сдачи объекта – август 2020 года. С мая месяца работы начаты здесь. Работают на школе 65 человек, на доме культуры 38 человек. По линии СОБЕС привлечены к данным работам 85 человек. То есть мы сегодня обеспечили рабочими местами на двух объектах порядка 180 человек. Одно из старинных объектов села Ужбулаг – средняя школа имени Григория Безуродного. Здание 70-х годов постройки претерпит полное обновление. Это сейсмоусиление, замена отопительной, канализационной и водопроводной систем. Более 80 жителей села, трудоустроенных через дорожную карту занятости, уже трудятся на данном объекте. Благодаря дорожной карте занятости я очень быстро нашёл работу. До этого много лет я был безработным. Теперь я тружусь на стройке в школе, в которой когда-то учился. За текущий год в Алакольском районе будет трудоустроено порядка 1180 человек. Из них по дорожной карте – 592 жителя из числа безработных. В Алматинской области на реализацию программы «Дорожная карта занятости» выделено более 109 миллиардов тенге. Это позволит обеспечить работы около 23 тысяч человек. Гульмира Тимиргалева, Абзал Носипов, телеканал ЖТСУ, Алакольский район. В минувшую ночь на северо-западном побережье Капшигайского водохранилища в районе дачного кооператива «Заря Капшигай» спасателями департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области найдено и доставлено на берег жительница города Капшигай 1998 года рождения. Около 11 часов ночи 7 июня девушку, сидящую на надувной лодке у берега озера из-за сильного ветра, унесло в открытое пространство. Спасатели отреагировали оперативно. Спасенная девушка в медицинской помощи не нуждалась. Вместе с тем, ТЧС Алматинской области напоминает, что купальный сезон в регионе еще не начался, в связи с чем рекомендуют воздержаться от купания и выхода на водоемы на плавсредствах. Большой сенокос. Крестьяне Жамбулского района заготавливают на зиму самые питательные корма. В регионе идет укос люцерны. Ее весной было засеяно более 40 тысяч гектаров. Молочно-товарная ферма Табос содержит 1150 голов высокопродуктивного крупнорогатого скота. В условиях современной конкурентоспособности его прибыли напрямую зависят от качества, поставляемого на переработку молока. Соответственно, корма должна быть питательная и экологически чистая. На зимний период хозяйству требуется 5000 рулонов сена, 11 тысяч тонн сеннажа и силоса. В распоряжении хозяйства 400 гектаров полей, засеянных люцерной. Недостатка влаги весной не было. Рада аграрии, благодаря чему и плотность, и рост растения позволяет заготовить хороший объем. Всего 650 гектаров отведено под заготовку корма. 30% деятельности уже завершены. Работаем без перерыва. Думаю, в скором времени закончим, если техника не подведет. 70% скошенной травы будет сенажной. В плюсе в нынешнем году рассчитывают оказаться и мелкие хозяйства. Благодаря поддержке президента и выделению ГСМ по сниженной стабильной цене, себестоимость кормов окупится зимой. Уже неделя прошла, как приступили к сенокосу. С гектара 200 тюков заготавливаются. Этого хватит не только свое хозяйство обеспечить, но и продать остатки. Если все будет идти по графику, то завершим к концу следующей недели. Цена одного спрессованного тюка сена в среднем 550 тенге. Стоимость невысокая. Но сейчас, во время кризиса, крестьяне стараются сами заготавливать корм на зиму. В районе насчитывается порядка 89 тысяч голов скота. Потом у только подкормовой культуры отведено свыше 42,5 тысяч гектаров. Техники достаточно. С минеральными удобрениями, субсидиями и топливом государство оказывает крестьянам колоссальную поддержку. И посеяли все вовремя. И вот теперь своевременная заготовка кормов идет. Укос люцерны завершим до 15 июня. К новостям республики. На частые перебои подачи питьевой воды жалуются жители поселка Жебек-Жола. Населенный пункт расположен буквально на въезде в столицу. Но его жители до сих пор не знают, что такое нормальное водоснабжение, сообщает корреспондент Хабар. А в некоторых микрорайонах и вовсе трубы даже не подключены к домам. Питьевую воду ежедневно приходится покупать в магазинах. А это очень дорого. В старой части поселка, как ее сами называют жители, дела обстоят немного лучше. Вода есть. Правда, напора почти нет. Да и отключают ее, по словам людей, с 12 дня до 9 вечера. Местные власти пока никак не прокомментировали ситуацию. Плавающего в нефтяных отходах лебедя засняли на видео в Магистал. Очевидцы сообщают, что птицу сняли в районе месторождения Северные Бузачи. На место выехали сотрудники Магисталской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Специалисты проведут расследование и сообщат о результатах. По словам очевидцев, 7 июня на этом же озере плавали три лебедя. А тем временем полиция Траусской области задержала экстремиста за сбыт наркотиков. Помимо сбыта наркотиков, ему инкриминируется пропаганда терроризма. В ходе проведенных обысков у задержанного были изъяты синтетические наркотики, запрещенная религиозная литература и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. В настоящее время начато досудебное расследование по статьям 297, 256 и 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Вновь к новостям области. 27 театров страны покажут пьесу о казахском батаре Борибае. Об этом сообщил автор пьесы Айден Респекула, приехавший в Алматинскую область специально для переговоров о постановке спектакля в нашем театре. По мнению историка, полководец, руководящий в казахско-джунгарских войнах, ополчением рода Матай, является уроженцем Аксузского района. И показ спектакля в нашем регионе в преддверии 90-летия данного района будет очень кстати. Отметим буквально две недели, как возобновились работы по строительству памятника Батыру в Аксузском районе. Для этих целей из областного бюджета в прошлом году было выделено 52 миллиона тенге. Еще около 40 миллионов собрали жители населенного пункта для увековечения имени своего славного предка. Открытие планируют приурочить к юбилею региона. Уже 23 года, как я изучаю жизнь Борюбай-Батыра. И в моей полнометражной пьесе, состоящей из двух актов, рассказывается о нем от рождения до смерти. Как говорил Ельбаса, ничего не нужно сочинять о казахском народе. Нужно просто рассказывать о нем. И мой спектакль будет наглядным примером. Подрастающее поколение должно знать своих героев. Поддержим молодых педагогов. В Талдыкургане подвели итоги областного конкурса «Хочу стать учителем». Участие в нем приняли более сотни выпускников из всех городов и районов ЖТСО. Однако в финальную стадию прошли 28 конкурсантов. Состязание инициировано региональным профсоюзом работников образования и науки. Основная цель – повышение престижа профессии и статуса педагога среди молодежи. Создание конкурентноспособной среды в сфере образования. По итогам победительницей стала Аяулым Шабден из Коксуского района. В этом году и предстоит продолжить свое образование уже в ВУЗе. А при поступлении в ЖИГУ имени Илья Сажан-Сугурова на педагогическую специальность, девушка гарантированно будет получать стипендию, даже если не сможет получить грант и будет учиться на платном отделении. «Очень рада, что победила в конкурсе. Хочу стать учителем. Радости нет предела. Я с детства мечтала учить детей. Думаю, в скором времени достигну своей цели. Хочу выразить благодарность организаторам и соперникам. Состязания прошли на высшем уровне». По ту сторону добра. Обладательница специальной награды Халак Алгасе, координатор волонтерского движения «Лидер КИЗЭТ» более трех лет, оказывающая бескорыпную помощь всем нуждающимся, сама оказалась в трудной жизненной ситуации и нуждается в поддержке. В 2013 году после первой операции на щитовидной железе, тогда еще 33-летней Екатерине Серединой, врачи поставили страшный диагноз – рак. Это было громом среди ясного неба. Но матери не позволительно опускать руки. Она не отчаивалась. Продолжала работать, воспитывать двух несовершеннолетних детей, старалась быть сильной. Но в 2016 году здоровье ухудшилось, и ей сделали вторую операцию. Прогнозы врачей, если судить, вот когда мы ездили в институт онкологии, нам сказали, мы не можем дать вам стопроцентной гарантии, что вот после операции, допустим, все, ничего не будет, вылечится все. Потому что это говорит такая болезнь, что неизвестно, как она себя поведет. А болезнь оказалась неумолимой. Приступы сильных головных болей, внезапные головокружения. Это, как выяснилось позднее, отмирают сосуды головного мозга. Дальнейшие врачебные обследования показывали отсутствие раковых метастаз, но одолевали сопутствующие заболевания. Гемангиома и кисты на позвоночнике – паре с правой голосовой связки. Мы ездили в Алмата, вот когда в прошлый год мы по это обследование проходили, мы заходили к эндокринологу. Она нам сказала, что должны были меня отправить на радиоактивный йод. Но мы этого даже не знали, нам никто не говорил. У нас в Казахстане этого лечения радиоактивного йода нет. Поэтому только вот за границей получается. 40-летняя Уштобинка Екатерина Середина вот уже более трех лет является активным членом Общеказахстанского объединения волонтеров «Лидер КИЗ». За это время она вместе с другими участниками движения оказала помощь многим сотням своих соотечественников, разнося по домам нуждающихся бесплатные продуктовые наборы, лекарства, а за период ЧП – дезинфекционные средства и маски. В свое время Екатерина неоднократно принимала бескорыстное участие в поисках потерявшихся детей. Катя сама также активно участвует во всяких благотворительных акциях. Она собирает спонсорскую помощь и развозит по семьям, которые нуждаются. Но за время ЧП, за два месяца по городу Уштубе, ей было развезено более 100 продуктовых пакетов. Екатерина живет надеждой, что ей удастся справиться с мучительной болезнью, побороть которую в одиночку она не в состоянии. Для лечения ей нужно собрать необходимую сумму, которую выставили эстонские врачи. Все неравнодушные могут оказать посильную финансовую поддержку, чтобы Екатерина, как и прежде, вела полноценную жизнь, посвящая ее помощи нуждающимся. В Европе не прекращаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола. Тысячи людей собрались на пиаца Дель Поппола в Риме. В какой-то момент в знак солидарности с жертвами расизма манифестанты преклонили колены. В Барселоне, несмотря на дождливую погоду, на улицы вышли около двух тысяч человек. Они держали в руках плакаты с надписями «Расизм убивает! Жизни черных важны!». В Мадриде манифестанты подошли к зданию американского посольства, расположенного в центре столицы. Участники акции выкрикивали лозунги на испанском и английском языках. «Мы не можем дышать! Мы требуем правосудия!». Массовый протест устроили жители Копенгангена. Они прошли маршем от посольства США и остановились на митинг у парламента Дании. Демонстрации также состоялись в Брюсселе, Лондоне, Будапеште и других европейских городах. У побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс. Трехметровая белая акула убила серфера. Как сообщили представители местной полиции, она откусила мужчине ногу и уплыла. Несколько человек смогли вытащить раненого на берег и оказали ему первую помощь. Однако он скончался. Это третье в этом году смертельное нападение акул в Австралии. В апреле погиб 23-летний мужчина из Квинсленда, а в январе 57-летний дайвер. Саранча уничтожает посевы индийских фермеров в штат Раджастхан. Пустынная саранча добралась из Пакистана уже в начале мая. По оценкам экспертов продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, нашествие будет продолжаться как минимум до начала июля. Оно затронуло уже 43 района в пяти штатах. Передвижению саранчи поспособствовал циклон Амбхан. Взрослые особи пролетают до 150 км в день. Ученые говорят, что участвовавшиеся во всем мире нашествие саранчи связаны с изменением климата на планете. Трибуны для зрителей пусты. Вход на спортплощадку запрещен и родителям молодых игроков. Но стадион не пустует. Футбольная команда юниоров Алматинской области готовится к чемпионату Казахстана. До карантинных мероприятий на стадионе «Балашак» одновременно тренировалось до 120 детей. Теперь из-за усиления мер безопасности количество молодых игроков уменьшилось на 80%. Юные спортсмены перед выходом на стадион проходят медицинский осмотр. А во время тренировок соблюдают дистанцию. Несмотря на все ограничения, юниоры совершенствуются в спортивном мастерстве для участия в национальном чемпионате, запланированном на осень. На сегодняшний день нам разрешено заниматься в количестве до 30 человек. Этому мы и следуем. А ребята тренируются, потому что им необходимо поддерживать физическую форму. Тимирлану Манапову в этом году исполняется 13 лет, шесть из которых он посвятил футболу. За это время он принимал участие в соревнованиях различного уровня. Сейчас он является игроком молодежной сборной Алматинской области. Я правый защитник, играю в основном на флангах. Когда вырасту, мечтаю стать игроком футбольного клуба ЖТСУ или Астаны. В областной специализированной детской юношеской спортивной школе футболу обучается 856 учащихся. В соответствии с санитарными правилами на стадионе они тренируются поочередно. В случае снятия режима ЧП и спада эпидемии молодые спортсмены примут участие в чемпионате Казахстана, запланированном на осень. Это вся информация уходящего дня. Спасибо за внимание и оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин